абсолютно всем иногда хочется отдохнуть и детей друзья всем привет сегодня мы в москве в трехкомнатной квартире это жилой комплекс нау в этом видео покажу вам как сделать идеальную квартиру для семьи с ребенком также расскажу вам про важность чернового этапа работ и покажу как в итоге будет выглядеть эта квартира и начнем мы с этапа на котором обычно появляются ошибки которые критическим образом влияют на качественный результат друзья всем привет сегодня мы покажем проект жилом комплексе нау площади 93 квадратных метров на стадии инженерного ремонта заказчик давний подписчик нашего youtube канала и как только квартира была приобретена он сразу обратился к нам в компании реализацию мечты нашего заказчика мы начали с разработки дизайн-проекта и как только ключи от квартиры были получены мы сразу вышли на строительную площадку при проектировании дизайн-проекта мы используем три вида замеров проектные размеры полученные на основании данных от застройщика после того как мы попадаем в квартиру мы профессионально делаем замер при помощи специального оборудования и вносим изменения в проект это вторые размеры финальные размеры мы получаем когда возводим перегородки и делаем механизированную штукатурку эти шаги позволяют сделать максимально точный дизайн-проект и нашим заказчикам не нужен авторский надзор на наших проектах все изменения которые мы уже вносим включены в стоимость дизайн-проекта для тех кто до конца не осознает что такое авторский надзор это когда сырой сделаны на коленках дизайн-проект выдается на стройку и дизайнер в процессе отделочных работ доделывает свой же проект но уже за деньги заказчика обычно это стоит 30 60 тысяч рублей в месяц отличная схема но это далеко не все нюансы которые стоит учитывать на этом этапе итак друзья залетаем на строительную площадку сейчас расскажу единственную правильную последовательность выполнения этапов инженерного ремонта именно такой алгоритм гарантирует вам качественный результат на долгие годы первый этап с которого мы начинаем это подготовительные работы сюда входит укрытие пленкой стеклопакетов защита входной двери и место общего пользования монтаж временного освещения почему этот этап важен все просто проекте есть вещи которые не меняются и остаются с нашими заказчиками до конца примеру окна и двери не всегда есть такая техническая возможность их заменить если в процессе работы эти элементы будут сломаны поцарапаны по нашему заказчику придется жить с этим все время мы не можем себе этого позволить ведь счастье для нас это когда заказчик счастлив но как комфорт жизни в квартире связан с черновыми работами на начальном этапе все просто всем хочется хорошую шумоизоляцию например между комнатами родителей и детей и конечно же хочется чтобы стены были идеальными а плентуса прилегали четко и тут мы переходим на следующий этап второй этап возведение перегородок на этом этапе формируем геометрию помещения что это значит вы сейчас видите перед собой один из листов нашего дизайн-проекта на котором мы указываем где и в каких местах должны быть параллельные стены и углы 90 градусов обычно это зоны в которых расположена мебель ванные комнаты и санузлы про кухню тоже не забываем параллельные стены нужны в коридоре чтобы избежать подрезки чистового покрытия и что самое опасное о последствиях отсутствия геометрии вы узнаете только на этапе финишного ремонта и что-то исправить на этом этапе будет невозможно стены мы строим из газобетонного блока толщиной 100 миллиметров иногда используем блок 75 и 50 миллиметров правило которое необходимо соблюдать при возведении стен первое первый блок укладывается на рулонный материал можно использовать нарезанный шумонет шириной 15 сантиметров это нужно для того чтобы отсечь плиту перекрытия от вашей перегородки что позволяет улучшить шумоизоляцию а также избежать жесткого узла между стеной и перекрытием второе оставляем деформационный зазор между несущей стеной и возводимой перегородкой шириной 10-15 миллиметров после возведения стены запениваем его при помощи монтажной пены ваша стена не должна быть жестко привязана к несущим конструкциям 3 не доводим кладку до потолка 20-30 миллиметров этот зазор необходим для воспрепятствия передачи нагрузки от плиты перекрытия на вашу возведенную стену шов также пенем при помощи монтажной пены в дверных проемах обязательно устанавливайте перемычки мы используем два уголка 45 на 45 миллиметров завернутых внутрь блока делаем пропил в блоке и вкладываем уголок внутрь часто используют арматуру или перемычки из блока но это не самый надежный вариант вот эти четыре простых правила позволяют избежать появления трещин на вашей кладке если вам нужна подробная инструкция по этим видам работ вы можете написать нам в telegram бот и мы пришлем вам подробный чек-лист с которым вы не упустите ни одного шага ссылка и контакты внизу в описании к данному ролику механизированная штукатурка третий этап с 2019 года мы полностью перешли на механизированную штукатурку сейчас у нас уже девять штукатурных станций немецкого производства что дает нанесение штукатурки механизированным способом два огромных плюса скорость и качество наносимой смеси так как раствор готовит машина мы всегда уверены что тактико-технические характеристики смеси одинаковы по всей площади нанесения какие требования необходимо соблюдать на этапе штукатурных работ первое минимальное отклонение по плоскости у нас это 1 миллиметр на 2 метра ровные плоскости залог успеха второй момент углы 90 градусов и параллели в нужных местах которые вы определяете на этапе разработки дизайн-проекта третий пункт не доводим штукатурку до потолка 20-30 миллиметров по аналогии с перегородками четвертый пункт штукатурка должна отдохнуть набрать прочность для этого и нужно от 5 до 10 дней какие-либо работы в эти дни со стенами лучше не производить но чтобы качественно отдохнуть не только от детей играющих соседней комнате но и от соседей нужно качественно подготовить наш пол четвертый этап монтаж рулонного шумонет 100 комби это гидроизолирующий армированный битумный материал к одной из сторон который приклеен синтетический волокнистый материал с высокими характеристиками изоляции ударного шума при монтаже обязательно соблюдаем несколько простых правил и первое правило шумонет укладывается по всей площади квартиры второй момент материала заводим на стены выше уровня стяжки третий пункт после устройства стяжки обязательно подрезаем шумонет по периметру с этим вроде все просто но сейчас я вам расскажу про нюанс про который многие молчат или просто не знают переходим к пятому этапу это замена системы отопления от застройщика на этом моменте в комментариях начинается драка не на жизнь а на смерть кто-то говорит что не надо тратить лишние деньги гарантийные обязательства несет управляющая компания и в случае протечки устранит все замечания у другой стороны неоспоримый железный аргумент опирающийся на документы подписаны с управляющей компании в которых четко указано что ответственность собственника начинается с порога его квартиры если будет протечка системы отопления то решение всех проблем за счет владельца квартиры застройщик всегда делает отопление тройниковым способом а это значит огромное количество и соединений которые прячутся в стяжку при замене системы отопления монтируется лучевая система которая исключает соединение недоступные взгляду резюмируя вышесказанное отвечать за протечку системы отопления будет собственник квартиры будьте внимательны кстати напишите пожалуйста в комментариях что вы думаете по этому поводу чая это зона ответственности шестой этап это монтаж системы водоснабжения сейчас пройдемся по водомерному узлу я расскажу про наполнение здесь у нас представлены те элементы которые необходимы и достаточные для водомерного узла начнем мы с водных кранов это производитель овентроп система защиты от протечек производитель нептун магистральные фильтра фильтра тонкой очистки и редуктора давления это производитель фар ниже у нас идет коллектор на горячую и холодную воду а также компенсатор гидроудара также мы смонтировали систему инсталляции от производителя тс и смонтировали дренаж от системы кондиционирования дело в том что один пропущенный этап может перечеркнуть все ваши вложения которые ушли на вашу квартиру седьмой этап это устройство полусухой стяжки полусухая стяжка выполняется за один день при этом мы должны понимать что работы по устройству чернового пола не заканчивается в течение пяти шести дней необходимо обильно проливать стяжку водой для того чтобы смесь набрала максимальную прочность ходить по полу можно уже на второй день и всю неделю стяжка должна быть укрыта пленкой и открываться только в момент когда мы проливаем стяжку водой вот именно в такой последовательности должен выполняться инженерный ремонт на вашем объекте так и получается что основой вашего качественного ремонта является четкое соблюдение алгоритма который я описал в данном видео скорее всего когда вы будете смотреть это видео квартира уже будет готова и на нее вы можете посмотреть в нашей инсте ссылочка будет внизу к описанию к данному видео ну а если вам требуется дизайн проект который можно реально воплотить жизнь вы можете оставить заявку на нашем сайте либо позвонить по номеру телефона все контакты будут в описании к данному видео спасибо что досмотрели этот ролик до конца всем пока